Компания Selectel развивается на рынке технологических компаний уже 14 лет. Около 750 сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области помогают другим компаниям развиваться в интернет-пространстве. Свой бизнес на инфраструктуре Selectel ведут социальная сеть ВКонтакте, 2GIS, Нитология, Самокат и многие другие крупные сервисы. Как любая современная компания Selectel думает о будущем, предоставляет студентам оплачиваемые стажировки и поддерживает их инициативы. Совсем недавно компанией была учреждена стипендиальная программа для поддержки студентов-айтишников. Торжественная церемония награждения победителей конкурса была проведена на базе Центра цифровых трансформаций Казанского федерального университета. Мы гордимся своим университетом, мы уверены, что мы один из лучших университетов России, но в любой ситуации необходимо получать обратную связь с рынком, от работодателей, от потребителей наших услуг. И в данном случае, это та самая ситуация, когда внешний заказчик или внешняя компания, которая достаточно успешная и известна на рынке IT, дала свою обратную связь о том, что мы готовим достойных студентов. Для нас это очень важная оценка, но она не позволяет нам расслабляться. Мы будем дальше усовершенствовать наши образовательные программы, наши образовательные практики. Я думаю, что таких мероприятий будет становиться больше и больше от различных участников данного IT-технологического рынка. Конкурс завершился в конце сентября. По его результатам было выявлено 40 победителей из лучших технических вузов Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. У нас выявлено 10 победителей из Казанского университета. Это 6 студентов Института вычислительной математики и информационной технологии и 4 студента из ИТИС. То есть мы считаем, что это большое достижение. Соответственно, 10 наших студентов среди 40 студентов всей России. Поощрять начинающих айтишников и мотивировать их на новые свершения – одни из основных задач стипендиальной программы. Как отметили представители компании, ключевыми качествами победителей, на их взгляд, является инициативность и ответственность. При отборе мы не давали никакие дополнительные задания. Мы хотели проверить, что уже есть у студентов, какие у них есть свои проекты. Ребята молодцы. Они прикладывали не просто свои учебные проекты, там домашки, лабораторные, которые они проходили на занятия, но и дополнительно сверх всего этого, что они делали. Это DIY-проекты, это PET-проекты, это их GitHub. Все, что они писали, как они документировали, мы все это оценивали. Конечно, также мы оценивали их участие на хакатонах, на конференциях, их выступления. Прекрасные ребята, все очень разносторонние. У каждого есть достижения, чем им можно гордиться. Я планирую использовать Selectel, чтобы выкладывать туда свои PET-проекты. Ну, а развиваться буду как бэк-энд-разработчик. До конца текущего семестра студенты ежемесячно будут получать выплаты в размере 15 тысяч рублей. По словам представителей компании Selectel, победители смогут принять участие в следующем конкурсе, чтобы сохранить стипендию до конца года. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Субтитры подогнал «Симон»